всем здравствуйте вы на канале взгляд свыше и сегодня мы с вами посмотрим ваш денежный канал где находится ваш поток изобилия где для вас деньги что вообще для вас деньги давайте посмотрим в чем вы хороши и где вы можете найти свой канал изобилия именно в денежном плане какой сфере давайте будем смотреть финансы и деньги вот кстати мне очень нравится говорить деньги вот это правильно то есть называть деньги именно не денежки не как их еще называют не бабки да а вот именно деньги деньги любят именно это слово так ну что вот паш пентакли выпал все давайте колода настроена так три варианта у нас давайте первый вариант у нас будет черный нет хорошо давайте черный камешек будет первый вариант второй вариант будет оранжевый и третий вариант будет прозрачный. Итак, первый вариант ваша карта, сигнификатор. Второй вариант ваша карта и третий вариант ваша карта, сигнификатор. Выбирайте свой камешек или свой номер расклада. Я буду начинать с первого. Так, здравствуйте, кто выбрал первый вариант, ваша карта. Паш кубков на вас выпадает. Ну, сразу хочу сказать, что творческая личность, и, возможно, вы только сейчас где-то на первых шажочках к успеху. Возможно, у вас где-то в чем-то мало опыта, а вам этого опыта однозначно нужно набраться. Может быть, найти правильного человека, который вас выведет на канал изобилия. То есть, вы пока пажик. До короля еще нужно вам немножко поработать, потрудиться, поучиться. Ну и, конечно же, контакты. Кстати, вы очень классно налаживаете контакты с людьми. У вас подвешен язык однозначно, и чувство юмора вообще идеально. Давайте посмотрим ваш финансовый канал сейчас, ваш достаток на сейчас. Семерка мечей. Ну, вы однозначно недовольны, потому что или у вас забирает кто-то ваш достаток, то есть есть какой-то конкурент, который, ну, всякими хитрыми и нехитрыми способами может пытаться просто привлечь или ваших клиентов, или забирает, в принципе, ваших клиентов, или же конкурирует с вами на очень такой высокой планке, потому что семерка мечей это все же в первую очередь говорит нам о том, что у нас что-то забирают. Вот, конечно же, хотелось бы больше. Давайте посмотрю, где ваш канал изобилие. Давайте мы так построим вопрос. Где ваш, в какой сфере ваш канал изобилие? То есть, чем вам нужно заниматься? Ух! Ну, однозначно вам нужно работать на себя. Видите, что это? Пятнадцатый аркан. Только работать на себя. Не на дядю работать, не исполнять желания, там, какого-то дяди-тети, не исполнять мечту их, да, то есть не работать на кого-то, работать только на себя. Вот там ваша... Причем там не только ваша ниша, там огромные-огромные деньги вас ждут. Это, знаете, еще может быть какой-то ваш бизнес связан с какими-то учреждениями, где люди, допустим, привязаны эмоционально. Ну, я просто один пример приведу. Казино, да, то есть человек привязан эмоционально к этому учреждению. Он туда ходит, 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 ну, то есть потому, что у него эмоциональная привязка. Также это может быть каким-то образом связано, да, бизнес с алкоголем, с табачными изделиями, там, с какими-то кальянами, ну, то есть что-то вот в этой сфере. Чиновники, госструктуры, правительство. Очень-очень, кстати, обширная здесь у вас... Но в любом случае, все, что вы бы не делали, абсолютно все вы должны делать самостоятельно, и у вас в подчинении должны находиться люди. Не вы в подчинении, а у вас. Хорошо. Хорошо. Что нужно сделать для того, чтобы туда запрыгнуть, в ваш канал изобилия? Что нужно сделать вам? Советуют карты. Здесь или нужно поменять место жительства, или нужно абсолютно по-другому изменить ход своего мышления, потому что шестерка мечей, как-никак, это карта перехода на новый уровень, это карта дороги, перемещения. То есть здесь я вижу только два варианта. Поменять страну, поменять геолокацию, может быть, страну не поменять, но там город поменять. Может быть, у вас это уже есть в раздумьях. Либо же, если вы не хотите никаким образом менять страну, город и место, где вы живете, то здесь нужно кардинально поменять структуру своего мышления. В принципе, поменять мышление о том, каким образом достаются деньги. И здесь еще интернет вам в помощь. Вот еще шестерка мечей. Мне очень часто про интернет какие-то, соцсети. Вот контакты, соцсети, переезд. И полностью кардинально другое мышление. Давайте последнюю карту вам вытащу, которая будет отвечать на вопрос. Ваш канал изобилия в будущем. В какую сторону поменяется прогноз на будущее для вас. Именно в плане изобилия, если вы будете следовать всем вот этим подсказкам от второго. Каким образом поменяется? Ну все, расклад окончен. Девятка пентаклей. Вы будете самостоятельная, независимая, благополучная. Что еще нужно? И, кстати, девятка пентаклей это как раз таки карта, которая указывает на то, что мы собираем плоды кропотливой своей работы. Конечно же, без пота или крови. Это я образно выражаюсь так вам легко. Канал этот не откроется. Но у вас есть все шансы, и в будущем у вас девятка пентаклей идеально отыграется. Работайте на себя, меняйте структуру своего мышления. И, в общем, прислушивайтесь к тем подсказкам, которые карты вам дали сегодня. Первый вариант. Так. Второй вариант. Здравствуйте. Ваша карта. Тройка мечей. Ну, смотрите, это может говорить однозначно о том, что вы в чем-то разочаровались, вы расстроены. Это могут быть как отношения, в которых вам сейчас некомфортно, или вы разошлись, или вы же уволились с работы, или вас уволили. То есть, ну, тройка мечей всегда говорит о внутренних наших переживаниях. По поводу чего ваши переживания сейчас? Я понимаю, что мы смотрим на финансы, но все же, просто чтобы мне больше понимать, про что это лично. Ну, а про то, что у вас полностью обнуление случилось. Это вот действительно. Или переезд случился, обновление, или отношения закончились, и вы начали все заново, или это работа, которую вы оставили. И это здорово, что вы сделали, потому что я надеюсь, что этот расклад вам поможет понять, где именно ваш канал изобилия. Ваши деньги. Насколько вы довольны вашим каналом изобилия сейчас? Ну, однозначно деньги есть. Кто-то вам, возможно, еще финансово помогает. Может быть, есть какой-то... Если вы, допустим, не работаете, может быть, есть какой-то покровитель, который вам финансово помогает. Если такого нету, то... Ну, это ежемесячная зарплата, не густо, не пусто. Ну, как бы нормальный среднестатистический достаток. Конечно же, хотелось бы больше. Но здесь однозначно для того, чтобы было больше, надо что-то поменять. Давайте смотреть. Где ваш канал изобилия? Может быть, еще, кстати, вы элементы получаете. Такое тоже может быть. То есть здесь есть кто-то в вашей жизни, кто вам деньги еще подкидывает. Ну, кроме тех, которые вы можете сами зарабатывать. Что-то вы можете еще помогать финансово. Где ваш канал изобилия? Так, королева мечей. Это умственная сфера. Это сфера, в которой нужно работать не руками, а головой. Эта сфера может быть связана абсолютно с любой деятельностью, в которой вы работаете головой, в которой вы мыслите четко. И это может быть еще также связано с компьютером. Это может быть и IT-сфера. Это еще может... Во-первых, королева, как вы думаете, она работает на кого-то? Ну, вряд ли. Королева, у нее всегда в подчинении очень много людей. Значит, первый вам такой совет на путствие. Нужно работать на себя. Или, если вы не представляете какую-то сферу, в которой вы будете работать на себя, то если вы работаете в какой-то компании, вы должны быть руководителем. То есть здесь по-другому никак. Работа с бумагами, работа головой, логическое мышление, стратегическое мышление. То здесь вот именно вот в этой сфере будет ваш канал изобилия. Если вы будете руководителем, если вы будете работать сами на себя, то вот вам и конец, в принципе, расклада. Десятка кубков выпадает. Во-первых, вы будете довольны собой, и ваша семья будет гордиться вами. И вообще, десятка кубков — это же верх просто счастья, это верх наслаждения. Это когда все хорошо, стабильно, четко, понятно и просчитано еще даже на будущее. И есть какая-то доля вероятности, что что бы ни случилось, у вас все равно есть запас положительных эмоций, денег. В общем, работайте, пожалуйста, на себя, и вот именно в той сфере, которую я вам перечислила. И все у вас будет замечательно в вашем канале изобилия. По второму варианту. Так, третий вариант. Здравствуйте, ваша карта. О, ну у вас выпадает очень сильный аркан, кармический аркан. Это страшный суд. У вас сейчас полностью что-то в жизни поменялось, вы как-то перешли абсолютно на другой уровень. Сейчас посмотрю, с чем это связано. Ой, посмотрите, и справедливость еще выпадает. Вы могли поменять свой статус. Вы могли подготовить какие-то бумаги и переехать куда-то. Но здесь однозначно ваш статус связан с какими-то официальными документами и бумагами. Может быть, вы уволились с работы, да, и на новую работу там планируете перейти или перешли уже. То есть какие-то глобальные изменения со сменой статуса. Вот. Кто-то, может, замуж вышел, кто-то развелся, кто-то действительно переехал и для этого собирал огромную, огромную волокиту бумаг. Давайте посмотрим ваше финансовое состояние, ваш финансовый канал сейчас. У вас выпадает перевернутый король жезлов. Но это про то, что вы потеряли свой статус. То есть тот статус, который у вас был раньше, на сегодня вы его не имеете. Ну и, соответственно, ваш канал изобилия уже не такой, не так изобилен, как был раньше. Где ваш канал изобилия? В какой сфере? А вы, во-первых, старший аркан Луна. У вас, кстати, очень сильные старшие арканы выпадают на третий вариант. У вас сейчас действительно глобальные изменения происходят. Значит, смотрите, Луна — это про то, что вы можете работать в магии, в эзотерике, гипнотерапии, психологии, таро, руны. То есть всё, что связано с магией. А кто такой маг? Маг — это тот, кто может управлять своей жизнью. Тот, кто может управлять событиями в своей жизни, кто может выстраивать свою реальность. И, в принципе, маг — это тот, кто может, правильно? Я могу — я маг в своей жизни. Значит, вам действительно можно рассматривать именно сферу эзотерики. Если вы никаким образом не хотите связывать свою жизнь с магией-эзотерикой, ну, хотя раз вы смотрите этот второй расклад, значит, вам это интересно уже, правильно? Ну, допустим, вы не хотите. Вам просто нравится смотреть террорасклады, но вы там не хотите никаким образом магичить своей жизнью. То Луна — это про психологию, про подсознание человека. Вы очень можете сильно влиять на людей своими словами, своими действиями. И, ну, Луна у нас ещё всё, что связано с какими-то болезнями. Я уж не знаю, есть ли у вас диплом врача, но, может быть, если кто меня смотрит здесь врач, вам, кстати, очень здорово тоже работать в этой сфере. Алкоголь ещё. То есть какие-то препараты, которые меняют сознание. Такое тоже может быть. То есть можете открыть магазин алкогольной направленности, да, табачные изделия. Хотя, ну, здесь больше, конечно, дьявол про вот это, но Луна просто очень часто показывает измененную реальность человека. Для меня это конкретно алкоголь. Так. Давайте посмотрим, как ваш канал изменится в будущем. А вы знаете, придёт всё в равновесии. То есть, если вы потеряли свой статус недавно, то он придёт обратно, вы снова придёте к тому статусу, в котором вы были. И по умеренности опять старший аркан. Посмотрите, у вас из пяти карт четыре старших аркана. Очень важный для вас этот расклад. Вы однозначно придёте к удовлетворению, к довольству внутреннему. Успокойтесь, вернёте свой статус. И вот хватать вам будет. Я не могу сказать, что вы там сильно будете стремиться куда-то ввысь, да, всё больше и больше денег вам нужно будет. Нет. Вы придёте к тому состоянию, в котором вам, в принципе, будет комфортно. И вы будете зарабатывать именно столько денег, сколько вам будет нужно для того, чтобы какие-то удовлетворять свои потребности в течение жизни. Вот такой вот у меня для вас мини-расклад. Очень быстрый. Буду очень благодарна за обратную связь, за лайки, за комментарии. Мне это всегда, конечно, очень приятно. Ну, с вами буду прощаться. Всем пока. До новых раскладов.